Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Нас плюс пять с учётом ветра вообще ноль. Ветер ураганный второй день. Ну ладно, какие новости? Вот тут новость. Странная. В Киеве раздались мощные взрывы и пропало электричество сразу в нескольких частях Киева. Вот такие дела. Что там взорвалось, не знаю. Так, ну дальше. Russia Today. Минобороны России. Двоеточие. Крейсер Москва затонул при буксировке. Вот теперь какая версия. Да, крейсер Москва, на котором в летательстве пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма. Там шторм, оказывается, был. Затонул. Теперь уже точно, да, как с Жириновским. Умирал, умирал, помер. Так, в Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка. Так, Пентагон высказался о реакции России на поставки американского оружия на Украину. В Пентагоне заявили, что США не видели попытки России перекрыть поток оружия на Украину. Да, они обещали, что это цели, это военные цели, всё разобьём. Нет, не суются. Байден заявил о готовности отправиться на Украину. Ну, это он зря. Это он зря. Сиди, ну, пошли кого-нибудь, а? Товарищ Байден. Так, да, вот уже два конгрессмена США посетили Киев. Да, съездили, причём побывали они не только в Киеве, но и в пригороде Киева, в Буча и посёлке Бородянка. Съездили, посмотрели. Так, избранный президент Южной Кореи считает необходимым активизировать давление на Россию. Ну, правильно, вот. Хорошо. Минторг США запретил обслуживание ещё 10 самолётов из России и Белоруссии. Ну, там уже всё, как говорится, уже, по-моему, не осталось самолётов. Так, начальник российских войск обвинил НАТО в прослушке телефонов. Да ну, как же солдаты НАТО сидят и прослушивают? А вы как думаете? Брянский губернатор сообщил о повреждении 100 домов 9 снарядами со стороны Украины. Нифига себе, 9 снарядов и 100 домов повредили. Как это может быть вообще? Мне это странно. Так, не до стали заголовок. Её потребление в России в этом году упадёт на 20%. Ну, ничего, без стали как-нибудь. Так, Армения перешла на оплату российского газа в рублях. Армения перешла. Ну, ладно. Фиг бы с ними. Они в кармане у Путина сидят очень давно, армяне. Так, что тут ещё? Макрон. О, давно, давно. Его не было. Кому он позвонил? Так, Макрон выразил солидарность с Зеленским и пообещал продолжить помогать Киеву. Ну, это хорошо. Так, и он, значит, провёл второй за день телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Вот оно. Два раза в день звонит. Нифига себе. Так, из Google Play удалили Сбербанк онлайн и ряд других приложений Сбера. А потому что не надо. Нечего делать. Так, хаас какой-то. Не хочет возвращать Уралкалию деньги и требует ещё. А, это команда Формула-1 официально отказалась возвращать 13 миллионов долларов, полученных по разорванному, по её инициативе, спонсорскому контракту с компанией Уралкалий. А нечего. Ну, всё. Угу. Интересно. Американская конюшня... Ну, это у них так называют. Вот Формула-1, да, команда называется конюшня почему-то. Американская конюшня даже настаивает на том, что это российская страна ей задолжала. Ну, обращайтесь в суд. Красная пресса не стоит. В Национальной мясной ассоциации, я даже не слышал, что такая существует, заявили о возможном росте себестоимости производства мяса. Мяса не будет ещё, ребята. Мяса не будет, нет. Голикова, давно её не было, выразила надежду на отсутствие дефицита лекарств в России. Это она надежду выразила. Ну, это... Это всё. Пипец лекарствам, ребята. Так, что тут ещё? Сборная Украины заменит Россию на ЧМЭ-2022 по волейболу. Как-то странно. Так, Минобороны России, двоеточие. Украинские боевики заминировали плотину в ДНР. Ну, сами же и заминировали. И валят на каких-то боевиков. Так. Это что? Это вообще какая-то фигня? А, вот это вот... Это ужас. У меня фигня ужас. Фигня ужас. Вот это ужас. Стал известен формат проведения бессмертного полка в 2022 году. Он будет в оффлайн формате. Ну, то есть на улице будут таскать дедов на полках. Промышленники ответили Матвиенко на предложение о производстве гвоздей. А, ну, вот она удивлялась, что нет гвоздей. Так, и они, значит, производители в ответ заявили о необходимости господдержки. Без господдержки гвоздей не будет. Ну, вы что? Так, к Земле летит комета рекордных размеров. Да, летит, летит. О, какая комета страшная. Диаметр составляет 130 километров. Ну, хорошо. Ну, летит. Пускай летит. Киркоров рассказал о состоянии госпитализированного в подмосковную клинику отца. Так, а что, Бедрос, да, Бедрос Киркоров лежит в больнице, да, в военном клиническом госпитале имени Вишневского. Да, перенес ковид и столкнулся с проблемами с сердцем. 89 лет Бедросу. Я помню, он выступал на Голубых Огоньках. Так, хорошо. Живой уже хорошо. Названа цена на аренду грядок в огородах столицы. Грядки. Грядки можно арендовать в парке Горького. За грядку 120 на 80 сантиметров надо заплатить 6500 рублей. Что-то дорого. Это же земля просто. Ну, ладно. Что тут у нас еще? Так. Из магазина с пустыми руками. Грозит ли человечеству голод? Человечеству может не грозить. А вот россиянам точно, ребята. Запасайтесь, запасайтесь. Так, что еще? Росгвардия изъяло у курганцев сотни ружей и винтовок. А к чему они готовились, интересно, а? У жителей Курганской области? Ну, странно это. В кого они хотели стрелять-то? Так, смотрим дальше. В Татарстане синоптики обещают грозу и метель. Как это так? Одновременно, что ли? Гроза и метель. Да боже мой. Четверо российских школьников отравились при взрыве бомбы-вонючки. Не знаю, что это за бомба-вонючка какая-то. Да, заболела голова. Так, вот здесь пояснение. Бомба-вонючка. Подростковая игрушка, лопающаяся при разрыве капсулы. Внутри нее два вещества, которые при смешивании выделяют запах, похожий на запах тухлых яиц. Интересные игры у подростков. В Москве это да. Так, что еще? Ветерана ударили по голове и ограбили из-за печенья и молока. Это Екатеринбург. Так, что тут еще? В четырех районах Волгограда 15 апреля отключат электричество. Ну, в Киеве я начинал. Там взрывы какие-то. А Волгоград-то чего? Там вроде нет каких-никаких взрывов. Нет. Ну, просто отключат нахрен. Так, президент Азербайджана обсудил с премьер-министром Албании совместные проекты. Господи, Алиф, какие-то проекты с Албанией. Ну, ладно. Вот мы до Твитера тут подошли потихонечку. Всего за пару дней Россия потеряла два крупных корабля. Яхту «Дилбар» стоимостью 800 миллионов долларов. И крейсер «Москва» стоимостью 750 миллионов. Тоже долларов. А это что это за «Дилбар» такой? А, это яхта «Усманова». Просто напоминаю, это профессор Преображенский, что за 20 лет в России не построено ни одного надводного военного корабля, который водоизменьшением был бы больше яхты «Дильбар». «Нифига, куда денежки идут, да?» Командующий Черномольским плотом адмирал Игорь Осипов арестован людьми в штатском. Свидетели сообщают, что задержание происходило довольно жёстко. Адъютанта адмирала очень сильно избили. Ну, а адмиралов вообще несколько адъютантов. Ничего, не могли как-то говорить, что ли? Так, источники западной разведки сообщают тревожные новости. Так, какой-то разлёт спецбортов всех ведомств, которые наблюдаются сегодня, значит, вероятно, связан с затоплением тяжёлого ракетного крейсера «Москва». Какие-то вот спецборта разлетаются. И вот эта интересная информация ещё. На борту Москвы, ну, вот этого крейсера, скорее всего, находилось ядерное оружие. По мнению специалистов, включая конструкторов и морских офицеров, значит, 16 единиц противокорабельных ракет «Вулкан» могут быть оснащены ядерной боевой частью мощностью 350 килотонн или обычной. Так, ну, Господи! Ситуация, судя по всему, критическая, и осталось не так много времени. Так как существует опасность того, что ядерное устройство на дне Чёрного моря самоликвидируется в ближайшее время, что, вероятно, приведёт к катастрофическим последствиям на острове Крым, у берегов которого затонул крейсер. «Господи! Может быть, волна страшная». В Крыму, в смысле. Так, ну, вот тут парень пишет. «Я за жизнь в стольких людях не разочаровывался, как с начала войны». Да, ребята, у меня тоже полно разочарований. И вот ещё раз на подбитом российском крейсере «Москва» могут быть ядерные боеголовки, передаёт «Дефенс Экспресс». Нифига, ребята. Так, сначала Медведчука арестовали, сейчас Москву потопили. Это точно было включено в план, Владимир Владимирович? А вот интересно, насчёт... Ну, США, Украине 800 миллионов долларов, да, выделяет. А вы, вот тут парень какой-то пишет. А вы представляете, если на предоставленные 800 миллионов долларов ВСУ закупит крылатые ракеты «Тамагавк» и начнёт слать их в Москву. Почему-то кто-то решил, что по Киеву можно, а по Москве нельзя. Нифига себе. Так. Украина получит ударные американские дроны МК-9 «Репир». Издание пишет, что они могут изменить баланс в российско-украинской войне, так как они ещё боеспособнее, чем уже прославившийся Байрактар. Ух ты, чёрт возьми. Рогозин столько лет врал, что Россия первая в космосе, но тут Валька Стакан сказала правду про Гвозди. Господи. Так. Такое впечатление, что Путин уже 50 дней проводит демилитаризацию России и довольно успешно. Скоро не останется ни армии, ни флота, ни авиации. Да-да-да. Ракетный крейсер «Москва» был четырёхклеточный, заявили в Министерстве обороны РФ. Попасть в наши двух- и одноклеточные корабли будет гораздо сложнее, подчеркнул представитель военного ведомства. Да-да-да, четырёхклеточный. Так, что ещё? Напомню, что большую часть ракет в сторону Украины «Рашисты» запускают с кораблей Черноморского флота. Было бы правильным всех их потопить. Правильно, да. Что тут ещё? «Украина нанесёт ответный удар, если Москва ударит по Киеву». Это сказал Алексей Арестович. «Возможности ударить по России у нас прекрасные», – подчеркнул он. Команда «Найти всех» отдана на высшем уровне. Русских преступников будут... Ну, я вам вчера говорил про Голду Мейера. Вот то же самое сейчас в Украине. Русских преступников будут убивать и вывозить для суда как из России и Беларуси, так и из других стран. Найдём даже в Африке. Этим будут заниматься лучшие умы нашей спецуры. После Бучи, Бородянки и Ирпени стало ясно, что глубинный народ РФ даже ещё гораздо тупее и страшнее, чем мы о нём думали всё это время. Да-да-да. Вот, это медиазона. У меня что-то... А, ну, с Твиттера ссылочка. Россияне сдают силовикам соседей, коллег и даже детей, если их мнение о войне не совпадает с государственным. Боже ж ты мой! Да вот пишут справа охранительные органы. Заявления даже на собственных детей. Потеря ракетного крейсера «Москва». Значит, терророссийские эксперты внезапно стали заявлять, что он совсем России и не нужен. Всё равно его надо было списывать. Да, вот ленту «Рум». Потерю крейсера «Москва» посчитали незначительной для России. Да, ну, нафиг он нужен был вообще? В Китае шокирован, что США заморозил золотовалютные резервы России. У Китая таких резервов на триллион долларов, и Китай может стать следующим. Ни фига себе! Так, во всех украинских городах, где орудовали русские войска, находят братские могилы гражданских, убитых выстрелами в затылок. Так в тридцатых стреляли в подвалах Лубянки. Да, ребята, везде вот тут я... Я уж вам не рассказываю такие вот самые страшные страсти. А вот ещё интересная информация. Ракетный удар по крейсеру «Москва». При попытке РФ потушить пожар затонуло второе судно. Какое-то судно ещё было рядом с ним. Хотели потушить и затонул тоже. Вот такие дела. И вот интересно, ребята, я на чём заканчиваю. Я думал, я знаю, что такое храбрость. Потом я увидел Украину. Это надпись у входа в метро в Нью-Йорке. Ну, на английском, естественно. Да, я думал, я знаю, что такое храбрость. Потом я увидел Украину. Украину. Ну, вот так, ребята. Такие новости на утро. А там дальше видно будет. Пока. С вами доктор Влад.